Наконец-то живописный Юрманский залив на Волге начали расчищать. Рядом с СНТ авиастроитель работают два экскаватора. В планах подрядчиков вывести отсюда 124 тысячи кубометров ила. Эта цифра может измениться. Дно залива только начали приводить в порядок. Разросшуюся траву и ил складывают в баржи, которые отвезут эти отходы в иловые карты близ Чердоклинского района. Компания-подрядчик из Самары в ближайшее время ждет подкрепления. На данный момент мы работаем на мелком воде. Как вы видите, работает сейчас плавающий экскаватор. Работаем мы двумя баржами по 20 кубов. В ближайшее время мы ждем флот, который к нам придет. Вы видите плиты, которые у нас в мероприятии будут выполняться для того, чтобы принимать баржи с плавкрана. На данный момент работает один плавающий экскаватор, один на разгрузке и три самосвала по 12 часов. Мы работаем 24 часа. Залив расчищают впервые за историю существования Куйбышевского водохранилища. Работы спонсируют федералы. 100 миллионов рублей вложены в этот участок. По плану уборка залива должна была растянуться на три года. Но подрядчики решили ускорить процесс. Согласно проектно-сметной документации, срок реализации проекта два года. Но в связи с тем, что подрядчик вышел в круглосуточный режим работы, а это было пожелание местных жителей, данный проект будет завершен к концу 2022 года. Успеет ли в срок уложиться подрядчики, покажет время. Кроме удаления ила им предстоит зачистить залив от мелколесия и травы. Юрманский залив – объект сложный. Илистое дно до трех метров глубиной. Напомним, эти работы входят в федеральный проект оздоровления Волги. Виктория Черкова, Данил Сурков. Управда ТВ.